Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не другим. На выходных довелось пообщаться в эфире с Никитой Джигурдовой. Я люблю с ним разговаривать, хотя покажу начало нашей первой телевизионной беседы, которая состоялась ровно 10 лет назад, осенью 2012 года. Я назвал его тогда королем чепухи, он напрягся. И обиделся, но, тем не менее, после этого я с ним неоднократно и с удовольствием, ну, я про себя, конечно, говорю, общались в эфире на самых разных телеканалах, в самых разных телепроектах. Вот что я хочу сказать, повториться даже. Никиту Борисовича очень часто путают с его имиджем, с его маской, которую он выбрал. А на самом деле он рефлексирующий, интеллигентный, тонко чувствующий и понимающий человека, который, как мне кажется, несмотря на все вот эти вот понты, этот пафос, эти татуировки, кожу и разные прибамбасы, переживают от некой невостребованности своей, как артиста. Потому что джигурда Никиты Борисович гораздо больше, чем та джигурда, которую вы видите постоянно в Ютьюбе. Почему так сложилось, не мое дело. И я даже говорить об этом с Никитой не хочу. Но просто когда вы слушаете и смотрите на него, мне кажется, вы должны помнить, что вы общаетесь с неким образом, с некой маской. Сегодня мы говорим о капризах шоу-бизнеса, о тайных социальных сетях и обо всякой прочей чепухе с королем шоу-бизнесской чепухи Никитой Джигурдой. Вот так вы определяетесь? Да. Я сразу должен возразить, король чепухи – это интересно вообще. С Никитой Джигурдой, который отказывается от всяческих титулов, но при этом две недели назад активизировался наконец в социальной сети Твиттер под именем Джигурда-12, потому что до этого существовала масса двойников, которые всяческую чепуху от имени великого фрика российского шоу-бизнеса там исполняли. А я все правильно сказал? Ну, я думаю, что с точки зрения массового сознания, может, и правильно. С точки зрения моего, повторюсь, в который раз я, видимо, очень хороший актер, поскольку даже образованные люди верят, что тот образ, который я создаю в сети и на экране, очень часто, что это реальный Джигурда. Я не знаю, расстрою я вас или нет, если скажу, что истинный Джигурда не имеет к этому вообще по большому счету никакого отношения. Что касается Твиттера, то в самом деле, мне открыли его где-то полгода назад, но я не занимался этим, поскольку не было времени. А когда увидел, что появились двойники более 10 человек, и об этом стали писать в желтой прессе и от моего имени обсуждать какие-то факты, которые Джигурда выкладывает от себя в Твиттере, я понял, что поскольку я никогда не подаю ни на кого в суд, это моя позиция, значит, я решил, что против Лома нет приема. И стал периодически выходить в Твиттер, но писать, естественно, четверостишее в своем ключе. Да, мы, кстати, договорились перед тем, что стихов и песен у нас не будут, и танцы. И для того, чтобы поняли, что это настоящий Джигурда, и чтобы выделяться из общей массы, поскольку я не ставлю себе задачу набрать максимальное количество читателей. Не это моя задача. Выставить задачу выделяться из общей массы. Выделяться из общей массы и донести идею человека-творца. И я глубоко убежден, что те, кто имеют расширенное сознание, смогут за матом увидеть ту истину, которая, если давать без драйва, без мата, будет или скучна, или просто усыплять огромное количество людей. Поэтому Джигурда 12, я говорю, 12... Это настоящий... Мне Анфиса Чехова мне пишет, ой, боюсь подумать, Джигурда 12, что это? Я говорю, Джигурда 12 это не размер. Просто 12 апостолов жду я. И у меня есть человек, который ретвитит высказывания, не анекдоты. И человек сам выбирает, что ретвититит. Я вот читаю из последних ретвитов, когда Никите Джигурде снятся кошмары. Ну да, да, что там кричит весь подъезд. Но это из интернета дело не потом. Я в основном выкладываю четверостишие, хулиганские. А человек у меня отбирает ретвиты. А что за человек? Мальчик или девочка? Ну, парень, который как раз и предложил мне вступить в противоборство с двойниками и клонами. Джигурда, Джигурда и парень. Ну, дело не в этом. Дело же не в этом. Дело в том, что я глубоко убежден, да, я называю это принципом батарейка бога. Вот когда есть только плюсы, когда наши правители под овечьими шкурами скрывают свою хищную сущность. На мой взгляд, это гораздо хуже, чем то, что делаю я, когда я, наоборот, надеваю шкуру Чубаки. Чтобы воздух не ввергал в аллергии, то огромное количество... Я понял, про храмы музея, я не понимаю, как все эти идеи вообще коррелируют с какими-то конкретными твоими действиями. Допустим, в Краснодаре открывается там какой-то эротический театр. Я это не знаю. Запорожский из Казаха будет обращать... Потому что это раскрепощает сознание. Сегодняшняя молодняк будет все больше и больше обнажаться, потому что это та сфера, где невозможно запретить. Можно запретить политику и правильных... Но раскрепощая себя, ты с природой объединяешься. Но при этом нужна вертикаль, философская вертикаль. Secretly we are all gods. По секрету. Мы все боги. Как говорили, я говорю, французы. Во время Наполеона из масонских лож вышла поговорка, которую мне французы рассказали, а потом подтвердили в клубе миллионеров в Греции, куда через Марину. Мы вошли... Диоса сон лизом ми иль нолеса в па. Говорят французы. Диоса сон лизом ми иль нолеса в па. Боги это люди, но они об этом не знают. Значит, я еще раз говорю, ускорить понимание можно сознательно на государственном уровне, построить школы, то, что я делаю частно в Греции. И я за короткий промежуток времени, используя современные технологии, используя еще наработки КГБ в области, я это говорил уже, как кислород, а есть газ, кислород с ксеноном, то, что западные сказали, это допинги и так далее. Есть различные технологии сегодня, разрешенные, разрешенные, без... Я ни кокаин, ни героин, ни колюсь ничем. Я подпитываюсь изнутри, как каждый из нас может, потому что мы все частичка... Частичка того высшего начала, которое через нас созидает эту жизнь. Но не концлагерь, не концлагерь, мы здесь ради праздника, я в этом убежден. Несмотря на жесть, ловушки, трагедии, все, но я сказал, верь в чудо миг, люби, творец давно сказал. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал, но вставал. Вставать с горшка пора. Мы боги, горшочники, каждый раз говорим, но пора вставать и осознать, что если мы женщину не пустим к алтарю, как было в ведической языческой культуре, тогда война. Ибо не пускание женщины к алтарю и не обожествление женского начала, это отказ от души, которая всегда заканчивается войной. Поэтому, да здравствует женщины, женское начало, в каждом из нас душа. А женщины нашей богини и богородицы. И это игра, в которой интеллектом можно победить американских игроков, потому что мы не войну предлагаем, а мы говорим, ребята, Секретли, we are all gods. СВАГ! Секретли, we are all gods. И мы это знаем по нашей родовой культуре, от наших предков. Понял, а кого надо без вебровидения посылать. Я это давно говорил. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Лет 8 назад мы в этой студии, когда беседовали, вы очень Никита топили за пуссирает. Я не топил, я защищал мои девочки, мои дочки, я и сейчас говорю, потому что я называю... Ничего не вышло из ваших девочек, смотри, где они сейчас? А что вышло из юродивых всех веков? Да, они юродивые. Я же тогда говорил, что я защищаю девчонок, потому что они работают на уровне юродства. А вот тот же Павленский, которого мы упоминали, он идейный или он просто ради... Какая у него идея? Он анархист? Какая у него идея? Я не знаю, как анархист, но то, что он суперяркий художник. Потому что я знаю все мнения, крутят пальцем у виска, в дальнейшем двери поджег. Ну да, но он же... Вот он я. Он же делает это и идейно, да, просто я от этого отошел, потому что я понял... Так идея-то какая идея? Ну как, какая идея? Идейный... С чекистами борьба. Во Франции сейчас с чекистами борются? Почему он пришел, и когда поджег двери банка? Да. Это ж надо иметь смелость, он же знает, что он будет посажен, он идет и не боится. Настоящее искусство, оно не понимается массовым сознанием. Я ведь сознательно ушел во всю эту эпатажную сферу, потому что я мог собирать, да, после любить по-русски ермаки, собирал стадионы, на коне восседал. И я понимал иллюзорность, а я был в фаворе, и меня давали контракты, пятилетние контракты, мне предлагали миллионы, миллионы долларов и тысяч леней. Я не знаю на сегодняшний день в шоу-бизнесе человека, кто бы отказался от того, от чего отказался я. Но пять лет ты поешь то, что мы тебе говорим, песни а-ля любить по-русски, песни Высоцкого и то не все, мы сделаем из тебя живой символ Талькова, Цоя и Высоцкого. Поскольку мы знаем, что ты шальной, свободной, все, миллионы тебе, но гарантия того, что ты в имидже любить по-русски, короткой прическе, поешь только то, что... Вы не пошли на это. И я не только этот контракт не заключил, я потом не пошел, кстати, третья серия любить по-русски, мало кто знает. Во-первых, мало кто знает, что 95-й год и название любить по-русски пролоббировал Евгений Семенович Матвеев в Царство ему Небесное, потому что ему в ГОСКИНО сказали уберите название русский. Сейчас это везде тогда, тогда же Макашов, русские фашисты и так далее. И ему говорит, убирайте, а ему 10 лет не давали снимать. И Матвеев, а сценарий написал Валентин Черных, оскароносец, за Москва слезам не верит. И Матвеев пришел в ГОСКИНО и принес письмо и говорит, если вы не дадите мне... Я не буду менять название. Если вы не дадите мне снять любить по-русски под вот этим названием, я покончу жизнь самоубийством, говорил им дедушка больше 70 лет, и обвиню вас. Субтитры сделал DimaTorzok